Привет, привет, а микрофончик, Юль, сейчас, а я тебя Все, кажется, сработало А ты успела, привет, ты слышала Таню, или ты только зашла? Я только зашла Мы только вышли минуту назад с Таней, надо просто выходить, чтобы сохранять эфир И мы только выходим, вот тут просто, ну, в туалет не успеваем пойти Да-да-да, извините, я на секунду сбегаю, пока все свои Я тоже вообще хотела, I'm sorry, мы тебя оставим Я тоже, наверное, не успела Я тоже, наверное, не успела Так, 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 так Все тоже пошли, наверное, на этот, ну, в субботу, что 20 человек Как у меня? У меня свет, нормально все Привет, дорогая, привет Ин, я буквально две минуты отбегу, у меня там что-то собака выводит, внизу посмотрю Сейчас собака, у меня вон дети кричат Настя, движуха, ты какой-то эфир подключалась, хоть какой-то эфир видела? Нет, у меня полностью, я немного выпала сейчас, но может быть даже к лучшему Я сегодня, правда, посмотрела, как сказать, самый первый эфир, вот, как он, знакомство А остальные эфиры у меня план смотреть на следующей неделе, потому что у меня там будет очень специальное время в жизни, когда я буду смотреть эфиры А, супер Ну, я не знаю, что за ивент, но то, что посмотришь, это супер А там должно, я так понимаю, твои планы, что должно произойти, ты там Да, у меня должна произойти пищевая пауза небольшая Эфиры должны быть очень в тему Вау Ну, с одной стороны, да, конечно, когда начинаешь, я помню, вот, когда Кутного слушаешь, и он начинает, вот, лично мне, да, и когда Дима говорил Иногда я там кушаю фрукты, он начинает, ну, в эфирах говорит, я слушаю, я обожаю Диму Кутного эфира Но он говорит про не фрукты, в этот момент начинает хотеться не фруктов Я надеюсь, если ты на пищевой паузе и будешь слушать наш эфир, а мы там, ну, затрагиваем тему фруктов, то, надеюсь, вот, Дима, он кушает, а сколько людей кушает там иногда на эфире Но там, правда, не видно, будут записи, записи ты видишь только с фруктов О, мой гад, ты прям мэчишься, подожди, мне нужна фотография, ты прям мэчишься со своей футболкой, моей любимой Но мне, честно, мне не нравится этот банан, мне нравится надпи, я хочу такой же, только я хочу, чтобы там не банан было, а манго, например Может, это такой мужской фрукт Она просто, она так смотрится, очень смешно, смешно А мне хочется серьёзности Но я хочу такую футболку Прям, Дим, я горю, такой футболкой Потом скажешь мне, как заказать Хорошо Чтобы шрифтик такой был, я именно хочу такой шрифти Но это вообще, это, знаешь, я люблю прийти, вот у меня есть эта футболка А ещё сзади, естественно Ну могу даже это тоже носить, раз это твой бренд, в чём нет Но можно твой сделать, не проблема Да Ей это, Таня? Хотя я буду не против, если ты будешь мою бренд носить Юль, как погода в Англии? Хорошая, теплая Вот открыта дверь в сад, тепло Там зреет виноград Я уже немножечко его по это поклевала Виноград сажала сама я Сейчас покажу Пока все собираются Вот я не знаю, сейчас будет видно или нет Вот такой вот Вот такая у меня виноградная беседка И вот спеет виноград А ты говорила, что ты что-то ещё выращиваешь Или ты вот на фермы ездишь, на ягоды? На фермы я выращиваю, но по возможности в силу своего маленького сада Но вот в этом году у меня было много земляники Причём именно не клубники, а земляники настоящие У меня вот сегодня я доела сливу Дерево, которое я посадила в память о папе Когда он умер, я посадила сливу Вот, что ещё у меня Иногда у меня бывают помидоры с огурцами Но в этом году я как бы не заморачивалась на них И немножко, немножко малины Вот, а всё остальное приходится на фермах добывать Вот, но в этом году я успела на черешневую ферму Я три недели каждый день ездила и объедалась в черешни И клубничную маму, и клубнику с малиной тоже успела Так хорошо покушать А клубнику Настя ввела? Она в Англии? Она в Англии, она полностью живёт уже почти месяц в лесу Они там организуют йога-фестивали для молодёжи И она там работает как организатор Вот, так что её всё классно, всё замечательно Вот, она так же продолжает питаться И даже всё больше и больше Вот уже таком на чистом практически фруктоеденье Вот, так что она молочинка Значит, своё впечатление мы произвели, когда встретились с ней В нужную сторону Да, да Отлично Так что у неё всё отлично Я ж у меня просто четвертинка осталась А я сейчас пока ходила в магазин Я приехала с тренировки Быстро скинула вещи Сходила пешком в магазин И пока шла, съела Как называется по-русски? Личи? Вот такие вот фрукты Личи называется Ой, я их так люблю Так я их не донесла до дома Я хотела их тут на эфире Немножко продемонстрировать Но я их не донесла Их съела все по дороге Здорово Ну ещё две минутки подождём Потому что сразу пойдёт плотная информация Я думаю, и будет Тем, кто на эфире, будет интересно Что-то я Сашу не вижу Антона не вижу Непорядок просто какой-то Неужели сбавили ребят Наоборот Ну это очень интенсивно Вот так вот приходится Выделять целую неделю Нарут тут уже и по садам И по туалетам Где только не смотрят Все залезают Оказывается, что вот такой Формат прямого общения Когда ты видишь лица Он как-то вот Магически действует Это очень интересно Да Скажи Юля, ты на компьютер? Да я вижу у тебя айфон, да? Ты на айфон? Угу Ты видишь аудиторию В галерее? Или ты только меня и себя видишь? Пока я вижу только тебя и себя Ты если пролеснёшь Там есть несколько режимов То ты можешь увидеть всех, кто смотрит Чтобы понимала, о чём я говорю Просто влево Свайп влево И ты увидишь всех А сама будешь в окошечке С таком отдельном Так, ты выключила звук случайно, Юль? Надо звук включить Так, звук включила Так, вижу всех Вот Смотри, сколько у нас тут Вот Сколько ребят Всем привет Так, ну да Пожалуй, начнём У нас уже и набралось людей И пришло время Значит, сегодня у нас беседа с Юлей Юля проживает в Англии Она действующий врач Терапевт общей практики Я лишь скажу в выступлении Что мы познакомились с тобой недавно И что ты меня нашла в своё время И, наверное, первое и единственное Кто присоединился ко мне в серебряном пути Пять дней мы с тобой шли от Саламанки Я помню, как ты готовилась Помню, как ты переживала Помню, как мы встретились Помню, как мы шли И как ты волновалась первые два дня Как ты рассказывала Как ты волнуешься А потом помню, как тебя отпустило И вся эта энергия пространства И вселенной тебя захватила И ты стала превращаться В какого-то другого человечка Вот И думаю, что Это определённую роль В твоей жизни сыграло Поэтому, если ты захочешь Об этом что-то сказать Милости просим Вот Сегодня речь Сегодня весь эфир твой Твоя история То, что с тобой произошло Как ты соотносишь это с медициной Ну, с нашей такой стандартной медициной В которой ты работаешь Продолжаешь работать Вот Так что Тебе слово, Юль Очень интересно тебя послушать сегодня Спасибо, Дим Да, спасибо за вот эту возможность Мне быть на этом фестивале Потому что Да, я как раз познакомилась С проектом Фруктоед После знакомства с тобой Вот И спасибо за то, что Да, ты Показал мне вот эту вот Первый раз в жизни Я увидела эту фруктовую жизнь Настоящую Не виртуальную Потому что Все-таки Никакая виртуальная жизнь Она Не заменит Реальное Реальное Когда мы воспринимаем Жизнь Через все органы чувств А не только визуально На картинке В телефоне Вот Да, меня настолько вдохновила Наш с тобой поход Что Я туда отправила Потом и своих двоих детей Которые сходили в камено И Встретились с тобой Вот Так что Меня действительно Очень сильно вдохновила Наша Наша встреча И Как бы я планирую Продолжить Может быть Вот Не прямо сейчас Но вот Весенний поход На фруктах Это будет Сто процентов Вот Как бы я пока Смогла прослушать Я только сегодня Присоединилась К фестивалю Так сложилось Немножко были Неплановая ситуация Но сегодня я прослушала Вот Как вот эту вот Первую встречу И Наверное Немножко вот Начну С этой встречи Там Было такое вот Задание Рассказать о себе Три вещи А вот Во мне Живут Три человека Говорят Что вот При определенной Болезни У людей Происходит Раздвоение Личности То у меня Так сложилось Произошло Расстроение Первый человек Да Это врач Я закончила Сначала Школу С серебряной Медалью Потом я Закончила Нижегородский Медицинский Институт Красным Дипломом Я переехала В Англию Я работала Около года Сначала Медсестрой А потом Я подтвердила Свой диплом И вот Уже около Наверное Около Двадцати лет Да Почти двадцать лет Там девятнадцать Я работаю Врачом Общей практики То есть Это Врач Который В Англии Лечит Все Кроме зубов Но пытаются Люди И зубами К нам Вйти Вот Это Как бы Первый человек Который Вот Во мне Живет Второй человек Когда мне было Тридцать семь лет Это было Около Десяти Не прошло еще Десяти лет Но скоро будет Я У меня случайно Совершенно Обнаружили Онкологию Третьей степени Это Предпоследняя степень И Вот Уже Десять лет Я как бы Живу с этим Диагнозом Онкологического Больного То есть Я прошла Всю Всю прелесть И диагноза И лечение И осложнение Лечения То есть Как бы Все круги Ада Я прошла И Третьим Третий человек Который Во мне Живет Это Наверное Я не смогу Полностью сказать Что это Фруктоед Но это Человек Который Идет К этому Пути И Мне больше Нравится Даже не Фруктоед А плодоед Потому что Когда люди Говорят Фруктоедение Сразу возникает Очень много Вопросов А как же Помидоры А как же Авокадо Это вообще Овощи Плодоед Это как-то Звучит Лучше А возможно Еще лучше Человек Который Стремится К видовому К естественному Образу Питания Естественному Образу Жизни Вот так Как-то Эти три Человека Вам не Уживаются Взаимодействуют Спорят Иногда И Я Общаюсь С людьми Наверное С этих Трех Точек Зрения Вот я Стараюсь Как-то Помочь Людям Использую Вот эти Вот три Точки Зрения Сейчас Демократии Там нет Всегда Кто-то Побеждает Демократия Только Бывает В сказках И сейчас Побеждает Процентов На 90 Наверное Тот Кто руководит Это руководит Я его Называю Зожник Давайте Будем называть Ладно Фруктоед Вот То есть Это Это главный Человек Который Руководит Всем Процессом Да Он использует Знания Вот Этого Врача Он использует Знания Больного Прошедшего Онкологию Но Он Главный Вот Когда я Отвечаю На вопросы Когда меня Спрашивают Я Всегда Разделяю Всегда Говорю Вот Вы Хотите Чтобы Кто Вам Ответил С точки Зрения Врача С точки Зрения Больного Или С точки Зрения Фруктоеда Я Всегда Очень сильно Разошлись К сожалению Или К счастью И Если Мы Вот Посмотрим На Людей То Обычно Люди Находятся Или на Том Полюсе Или на Этом Вот Я Пока Не Встречала В своей Жизни Людей Кто Бы Объединил Вот Эти Два Мира Мира Современной Медицины И Мир Допустим Вот Людей Которые Пытаются Найти Какой-то Альтернативный Способ Выживания Вот И Наверное Я Возможно Посту Такой Вопрос Я Поступит И Я на него Заранее Отвечу Почему я До сих Пор Не Бросила Медицину Наверное Мне Интересно Это Совмещать И Вот Занять Вот Эту Такую Чем-то Уникальную Нишу Когда Я Могу С людьми Расговаривать Именно С этих Двух Трех Точек Зрения Может Быть Какие-то Есть Вопросы Или Я Могу Очень Долго Рассказывать Свою Историю О том Как Что Произошло Почему Слушай Я знаю Я знаю Твои Привычки В этом Плане Поэтому Я Немножечко Поуправляю Процессом Если Ты не Против Во-первых Ты можешь Сказать Вот Почему У тебя Возникла Потребность Увидеть Человека Который Сто Процентов Питается Фруктами Да То есть Что Тебе Само На какой Стадии Ты Была В этот Момент И Что Тобой Двигло Что Что Ты Хотела Понять Для Себя Я Наверное В чем Там Являюсь Скептиком Все Таки Я Вышла Немножко Из Вот Этого Ученого Бэкграунда То есть Мое Прошлое Это Наука И Очень Важно В этой Ситуации Для Меня Увидеть Своими Глазами Вот Потрогать Пощупать Посмотреть Убедиться Возможно У меня Еще Очень Много Вопросов К Виртуальной Реальности То есть Я четко Знаю Что Можно Закачать Любое Видео Можно Рассказать Любую Историю Можно Сделать Любую Картинку То есть Человек Может Писать Одно А быть Совершенно Другим Человеком И Поэтому Мне Захотелось Просто Да Увидеть Вот Потому Что Когда Ты Встречаешься И проводишь Человеком Вот 5-6 Дней 24 Часа В сутки Тут Уже Очень Сложно Притвориться Плюс С учетом Того Что Я все-таки Медик И я За свою Жизнь Посмотрела Тысячи И тысячи Больных Причем Я знаю Как больные Люди Ходят Как они Двигаются Как они Ведут Себя Как они Дышат Как они То есть Мне нужно Было Вот Просто Посмотреть В реальной Жизни Поэтому Я Поехала И поэтому Я Встретилась С тобой Да Мне было Интересно Пойти В поход Мне Интересно Было Попробовать Себя В походе И на фруктах Но мне Было Интересно Посмотреть На Как это Происходит В реальной Питании Фруктами И Реальная Жизнь И большая Физическая Активность Какие У тебя Были Ожидания И Что И что В реалии Ты почувствовала И произошла Какие-то Выводы Сделала Ну Вкратце Ожидания У меня Были Я Как бы Знала Что Может Произойти Все Что Угодно Потому что Ну Начнем С того Что Я Как бы Мы Познакомились Пообщались По интернету Я Это был Совершенно Незнакомый Человек То есть Могло Быть Все Что Угодно Вот То есть Были просто Страхи От того Что я еду В неизвестность И Там В какой-то Стране Где я там Не была Ну В общем Вот такое Вот просто Обычные Человеческие Страхи А Ожидания В плане Того Что я Уижу У меня Не было Никаких Мне просто Было Вот Жутко Интересно Жутко Любопытно Вот Насколько Насколько То Что я Видела В интернете Насколько Это соответствует Реалям И Да У меня Очень Очень Вдохновило То Что я Увидела Мы Мы делали Несколько Эфиров Где Вот Я Рассказывала Что я Именно С точки Зрения Врача Очень Пристально Наблюдала За Димой И Я поняла Что передо мной Очень здоровый Очень Молодой Человек То есть По своей Физической Форме Где-то Соответствует Молодому Здоровому Человеку 25-30 лет Но Опять же Я подчеркиваю Не просто Обычному 25-летнему Мужчине А Мужчине Которым Допустим Он Занимается Спортом И он Правильно Питается А вот А расскажи О своих Страхах То есть Не обо мне А о том Что ты думала О себе О своих Ожиданиях По отношению К себе Как ты пройдешь И что ты получила Из этого Вот из этого Для себя Именно Я То что Вот в плане Пропитаюсь ли я Фруктами Только фруктами У меня такого Не было особого Проблем Потому что С питанием Как-то вот Все-таки Я на тот момент Подружилась А вот Физическая Активность В плане Похода С Тяжелым Рюкзаком И В той Ситуации Когда ты не можешь Установиться Снять рюкзак И сказать Ну ты можешь Конечно Сойти Без станции Можно было И вернуться Домой Но В принципе Это не так Легко И с учетом Того Что у меня Тоже Достаточно Серьезные Проблемы Со спиной Вот Я Очень Удивилась Что Моя спина Очень легко Прошла Этот путь Без Всяких Проблем И вообще Этот путь Я прошла Ну я считаю Относительно легко Да Это было сюрпризом Хорошо Тогда Наверное Теперь Надо понимать И Чтобы люди Узнали Об этом Потому что Они видят Многие тебя Впервые Да Надо понимать Причины Твоих страхов То есть Что с тобой Произошло В 37 лет Расскажи Пожалуйста Свою историю Так как тебе Это удобно Как тебе Комфортно Мы послушаем Я на тот момент Я питалась Абсолютно Обычной Пищей Которой питается Большинство людей Ну будем Говорить Там Качественной Пищей В России Моя семья Там Хорошо Всегда жила И хорошо Нас кормили И мама Там пыталась Фрукты И овощи Нам давать Вот Ну и в Англии Я как бы Не нуждалась И в общем Было такое Хорошее Среднестатистическое Питание Со здоровьем У меня тоже Было вроде бы Все хорошо Никаких таких Были какие-то Проблемы Там С суставом Немножко Ну В принципе Все нормально Было И мне Случайно Абсолютно Какой-то Вот такой Вот У меня не было Симптомов Никаких Просто вот Случайно У меня Находят Огромную Опухоль И Ставят Третью степень И кладут На операцию Какого органа Это Опухоль Щитовидной Железы С метастазами В локальные Лимфатические Узлы То есть Она Проросла Уже Практически В грудную Клетку И она Еще Дала Метастазы В лимфоузлы Шеи То есть Когда я Пришла на УЗИ Причем Я пришла Случайно Думаю Ну вот Делать мне Нечего Вот Хожу Ерундой Занимаюсь Когда Мне Поставили Пропник УЗИ У меня Там Подскочил Врач В кресле Сказал Сколько Там Это у тебя И что Это И как Беспокоит Вот Я говорю Мне ничего Не беспокоит У меня Все хорошо Ну я Как-то Уже Сразу По реакции Поняла Что Дело Как Говорится Будет Ну Плохо Меня Положили В один Из самых Хороших Госпиталей Все-таки Британская Медицина Хороший Госпиталь У меня Ко мне Было Хорошее Как бы Отношение Я молодая Я врач Там Но При этом Так сложилось Что И мне Должны были На третий день После операции Выписать Операция Шла Долго По-моему Около шести И больше Часов Потому что Реально Они Вот эту Опухоль Пытались Вытащить Вот Но вместо Того Чтобы Меня Выписать На третий День У меня Развились Очень редкие Осложнения И я Дальше На три Недели Попала В ад Вот Если Ад Существует То я Его прошла По По всем Кругам То есть У меня Закрывались Дыхательные Пути У меня Разлилась Лимфа Три недели Как бы Меня не кормили У меня стояли Девять трубок Из всех Возможных И невозможных Мест Каждые Там Несколько дней У меня Закрывались Дыхательные Пути Я задыхалась Меня Везли В операционную Чудом Довозили Резали Потом Уже Под конец Когда У них Не хватало Времени Меня Прям В палате Разрезали Эту шею Выпускали Эту лимфу Качали Меня Значит Наркотики От этих Наркотиков У меня Возникали Галлюцинации Монстров В общем Очень весело И Очень как бы Такое было Интересное время Под конец Началось Такое Что я больше Я перехотела Жить У меня Началась Мне было Все равно Мне захотелось Только одного Чтобы все эти Мучения Закончились Я Настолько Это было Ну это Это очень сложно Передать Я написала Там несколько Историй По этому поводу Можно как бы Потом Кому интересно Прикрепить Ну вот Это что-то Вот мне напоминает Вот мы в детской Школе Учили про Концлагеря Вот у меня Был вот такой Вот приблизительно Ассоциация То есть Меня резали Меня кололи Меня Я не могла Спать Я не могла Лежать Я не могла Сидеть Из меня Вот из шеи Текла эта Вонючая лимфа Я была постоянно Мокрая Мне нельзя было Переодеть И обсушить Потому что Она постоянно Текла И в общем Уже На концу Второй недели Я проверила Своё окно Я просто Уже Мне надо было Выйти из этого Я не могла Я не хотела Больше жить И мне надо Чтобы это Остановилось А на окне Стояла решётка Я тогда подумала Наверное Я не первая Кто Кто этого хочет Ну вот В результате Меня взяли На последнюю Когда у меня Уже началась Последнее Предагональное Вот это состояние Когда Просто Пришли врачи И поняли Что всё Я умираю Я это состояние Очень хорошо помню Когда Наступает Полное Расслабление Когда Всё житейское Отходит Отходит На второй План И ты Прощаешься С этим Миром И вот Пришёл Такой пожилой Хороший Врач Который Это почувствовал Что они Полностью Меня Как бы Теряют А это Произошло Утром После того Как всю ночь Я задыхалась У меня Распирала Эту шею Потом Мне её С утра Разрезали Опять Выпустили Лимфу Я опять Начала Дышать Вот Когда Мне потом Поставили Я не знаю Там Как-то Люди Связаны С медициной Или нет Когда Например Мне нельзя Было Сначала Дают Наркоз Потом Интубируют Мне нельзя Было Этого Делать Меня Сначала Интубировали А потом Давали Наркоз Потому что У меня Были Дыхательные Пути У меня Были Практически На 95% Закрыты И Когда Меня Последний Раз Прооперировали Мне Уже Тогда Разрезали Грудную Клетку Поджали Легкое Зашили Там Лимфатический Проток Вот И После Этого Опять Реанимация Опять Наркотики Опять Монстры Летающие В общем Опять Вот это Все По кругу Амада Ну Так Сложилось Что я Выкарабкалась Я Чудом Выжила Я Вышла Оттуда И Вот Когда Я Вышла Из Больницы После Трех Недель Я Четко Знала Что Что бы В моей Жизни Не Случилось Я Туда Больше Не Вернусь Вот Ни Под Каким Соусом Даже Даже Под Страхом Смертной Касни Что Это Вот Все Это Конец И У Меня Возникло Такое Вот Очень Удивительное Ощущение Что Ну Это Не Может Быть Лечением Ну Это Не Может Быть Ну Как Это Вот Разве Вот Это Вот Ну Что Это Вот Такое Было Со Мной Вот И Во Первых Мне Моя Мой Онколог Медицина Не Ответила На Вопрос Почему Это Произошло И Вот Это Вот Лечение Меня Тоже Абсолютно Не Вдохновило И Я Решила Что Нужно Что То Искать Дальше Надо Куда То Идти Потому Что Если Никуда Не Идти Значит Будет Четвертая Степень И Будет Смерть Мне Захотелось Жить На тот Момент Так Сложилась Моя Жизнь Мне Очень Захотелось Жить И Я Стала Искать Какой-то Новый Путь Свой Путь Заниматься Вообще Вопросами Почему Возникают Болезни Что Такое Болезни И Как Их Избежать Что Такое Здоровье Вот За Десять Лет Я Пришла К Определенным Выводам Каждый раз Я слушаю Конечно Это Ты говорила Что У тебя Была Остановка Сердца Да Или У меня Останавливалось Дыхание То есть Останавливалось Дыхание Из-за того Что у меня Было Перекрыто Дыхательные Пути То есть Вот Когда они Убрали Щитовидку Задел Из-за Воспаления Ну Будем так Говорить Когда мне Поставили Диагноз Рака Мне сказали Там Операция Через Две Недели Ну Я Как Человек Такой Ну Что Делать Две Недели Там У меня Больничный Все Последние Может быть Две Недели И Я Помню Я Начала Ходить По Всем Самым Вкусным Кафе Кушать Самые Вкусные Тортики Самые Пить Самое Вкусное Кофе Там Есть Всякие Ну Самые Вкусняшки Все о них Знают И вот Видать На этом Еще Фоне Если Мне Хотя Кто-то Перед Операцией Сказал Побыть На Каком-то Питание Я Я Была Вообще Не В теме Питания Вот От Слова Вообще А Как бы Онкологи Они Говорят Ну Типа Не Кури Там Ну Я И Не Курю Там И Все И Как бы Ну Питайся Здоровой Пищей Но Это Вообще Никакой Роли Не И И Вот На Фоне Этого У меня Не Пошло Заживление И Слетело Видать Вот Возникло Это Жуткое Воспаление Причем Когда Мне Мне Тогда Хирург Сказал Что Я Когда Открыл Шею У тебя Там Такое Воспаление Как будто Тебя Облучили Вот Прям Сейчас То есть Настолько Вот Это Вот Мой Неправильный Образ Жизни Повлиял Что У меня Даже Раны Не Заживали Поэтому Вот Эта Лимфа Она Разлилась И Она Перекрывала Дыхательные Пути И Я Вот Например Могла Часами Сидеть И Задыхаться И Как Бы Ну Вокруг Люди Не Понимали Медицинские Работники Там Что Это Это Редкое Осложнение Что Происходит И Вот Постепенно Вот Так Вот Ты Сидишь У тебя Раздувает Шею И Постепенно У тебя Закрываются Дыхательные Пути Ну Это Как Будто Веревку На шее Медленно Медленно В течение Трех Часов Сдавливают Пока Ты Уже Не Перестаешь Дышать А дальше Тебя Везут В реанимацию Тебе Вставляют Туда Железную Трубку Дают Там Кислород Наркоз Оперируют Ты выходишь Из наркоза Дальше Ты Два Три Дня Лежишь Опять Ждешь Очередного Разлива Этой Лимфы И Вот Это Идет По Кругу Вот Эти Три Недели Это Вот Идет Такое По Кругу Скажи Пожалуйста Юль А вот После того Как ты Вышла Из больницы Я так Понимаю Что Частично Наверное Сказалось То Что Ты Не Могла Есть Да И Фактически Ты На Самую Крутую Пищевую Паузу Села Тебе Глюкозу Наверное Кормили Как Далее Как Быстро Ты Вернулась К питанию И К Какому Ты Питанию Вернулась Потому Что Ты До Этого Момента Не Была Хоть На Каком То Чистом Питании Информации У тебя Не Было Как Ты Возвращаясь К жизни Как Ты Начала Питаться После Операции Ну После того Как Ты Вышла Из Не Была Вообще Никакой Информации Как То Так Вот Были У меня Там Одни Дальние Знакомые Сыроеды Но Я Считала Как Опасных Как Умалишенных Да Простят Меня Люди Вот И Все Я Вообще Считала Что Питание Здоровье Ну Да Правильно Там Нужно Чтобы Вес Был Не Очень Большой Там Поддерживать А так Вообще Никаких Знаний Не Было И Когда Я Вышла Да Три Недели Да Меня Не Кормили Меня Кормили Через Зонт То У меня Стоял Вот этот Вот Желудки Зонт И Через Вену И Я Еще Помню Мне Просила Я Медсестру Приносить И Ставить Около Столика Стакан С кофе Что Я Бо Хотя Бы Нюхала Вот Это Кофе Потому Что Сразу С Обычного Питания Зайти Да На Такую Пищевую Паузу Было Как Не Очень Приятно Вот Когда Я Вышла Мне Попалась Книга И Ее Написал Врач Который Как и я Вот так Заболел Раком Там Очень Много Я считаю Не Совсем Правильной Информации Но Оттуда Вот У меня Возникла Первая Мысль Которая Что Рак Это Не Просто Лотерея Потому Что В принципе Мой Онколог Сказал Мне Ну Это Лотерея Тебе Не Повезло А Рак И Как Любая Болезнь Это Результат Нашего Образа Жизни И Это Связано С Питанием С Движением И С Нашим Образом Мыслей И Вот Я Зацепилась За Эту За Этот Момент Что У меня Еще Очень Сильно Не Нравилось В больнице Что Там От Меня Ничего Не Зависит И Когда Я Вышла Мне Опять Сказали От Тебя Ничего Не Зависит А В Этой Книге Я Поняла Что Все Зависит От Меня То Если Я Буду Искать Свой Путь Если Я Буду Менять Свою Жизнь То Я Буду Жить По Другому И Вот С Этого Началось Поиски Дальше Там Были Дальше Я Пришла К Пищевым Паузам Я Пришла Там Через Проект Мудроед К Такому Сыроедению Я Попробовала Очень Много Всего И Все Антипаразитарные Программы Пищевые Паузы И На Определенном Этапе Я Пришла Наверное К Фруктоедению Плодоедению Как раз К такому Питанию Хотя У меня Много Много Всего Я Не хочу Говорить Что это Панацея У меня Очень Много Тоже Вопросов И Очень Много Нюансов Я Как бы Я считаю Что для Нас Самой Естественной Пищей Является Это Плоды Свежие Спелые Сочные Сладкие Плоды Но Так Как Мы Живем Вне Естественных Условиях И Чаще Всего Мы Переходим К этому Питанию Мы Не Так Не Питаемся С Рождения Есть Очень Много Нюансов Перехода Скажи Пожалуйста Сколько Время Заняло У тебя Переход К Сыроедению После Этого Периода Быстро Достаточно Это Произошло Или Все Так Долгий Период У меня Вначале Что Произошло Я Убрала Вот То Что Мудроеды Называют МММ То есть Мясо И Молочку И Злаки То есть Весь Животный Белок И Злаки Да Мука И Злаки Практически Вот Это Я Убрала Очень Быстро И Следующим Этапом Я Стала Практиковать Пищевые Паузы И вот Эти два Момента Буквально В течение Года Полностью Изменили То Как я Себя Чувствую Мой уровень Энергии Мой Мой Внешний Вид Люди Вообще Которые Меня Год Не Видели Они Не Могли Вообще У меня Узнавать В общем Все Поменялось В лучшую Сторону И я Поняла Что я Нашла Именно Тот Что я Пошла Правильным Путем Вот Достаточно Быстро Я Поняла Что Надо Переходить На Сыроедение Но В силу Психологических Причин Это Такой Длинный Путь Который Занял Очень Долго Когда Я Слышала Несколько Историй Что Человек Перешел На Фруктоедение За один День С обычного Питания Для меня Это Просто То ли Сказка То ли Какая Это Невероятная Вещь Хотя Моя Дочка Она Очень Быстро Перешла Но Она Начала Переход В 20 19 20 Лет Может Быть Это Накопленные Привычки Может Это Легче Делать Именно Для Меня Я Иду Очень Медленно Я Иду Очень Медленно Но Не Потому Что Я В Этом Не Уверена А Потому Что Психика И Зависимости Не Дают Мне Перейти Быстро Скажи Пожалуйста Юль А Когда Ты пришла К пониманию Того Что Питание Это здорово И Видовое питание Человека Это классно Но Без Качественного Движения Это Ну Если не весь Смысл Теряется Это очень многое Да Ты тоже Сейчас об этом Говоришь Много В тех Соцсетях Где ты Работаешь Где ты Помогаешь Это Это Даже Не Столько Много Это Практически 100% Необходимо Чтобы Не Нарубить Дров Я Бы Сказала Что Переходить Без Движения Переходить На Только На Фрукты Это Даже Может Быть В чем-то Опасней Возможно Конечно Не так Опасно Как Продолжать Есть Пельмени Но Это Не Есть Хорошо То есть Движение Нужно Увеличивать Сразу В 10 А то И в 100 Раз В зависимости От предыдущего Движения Я это Поняла Достаточно Быстро Но Моя Лень Мне Не давала К этому Очень долго Прийти Да Я очень Ленивый Человек В чем-то В принципе Я пришла К этому Достаточно Недавно А вот Уже Подсела На движение Я Наверное Начиная С нашего Фруктового Похода Вот После Этого Вот Сейчас Я прям Вот Что бы ни Случилось Но у меня Будет Тренировка Вот Каждый день У меня Будет Какая-то Тренировка Какая-то Физическая Я Именно Подсела Я Поняла Вот Эта Вот Кать От Движения То есть Я там Могу Что-то Вот В жизни Все Исключить Но я Буду Двигаться Это Второй Аспект Здоровья Первый Это Еда Второй Это Движение А третий Это Наши Мысли Наша Психика По поводу Еды Помнишь Еще Один Вопрос Который Тебя Очень Волновал И Который Был Спорный Для Тебя Но Когда Мы Пошли С тобой В Камино И Ты Сама Просто Это Поняла Для Себя И Поняла Что Да Именно Так Это Работает О Количестве Того Что Я Декларировал Сколько Я Ем 5-6 Килограмм Фруктов Это Казалось Особенно Для Особенно Для Вот Этой Соцсети В Которой Ты Существуешь Помогая Ребятам И Там Ну Скажем Так Больше Выстроено Сыроедческое Сообщество Малоедение И так Далее Когда ты Меня попросил В нем Поучаствовать И я Писал Туда Свои Какие-то Заметки Посты Это Вызывало Очень Много Ну Я помню Это Вызывало Очень Много Споров И Недоверия Когда Я Декларировал Что До 8 Килограмм Могу В день Поесть Но Когда Этот Эксперимент Поделись Я Как бы Так Скажу И да И нет Очень Многие Вещи В жизни Они И да И нет Почему Я считаю И ты Прав И прав И вот Там Малоеды В чем-то Понимаешь В чем дело Если мы Живем В естественных Условиях И наши Инстинкты Не Загажены Как говорится Нашим Воспитанием И трехразовым Питанием И так далее То эти Инстинкты Работают И Как бы Мы жили В природе Мы Значит Бегаем 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 Два дня Нашли Апельсиновое Дерево Наелись Апельсинов И все Это Отрегулировано Это Отрегулировано И условиями В природе И Причем Апельсины Там будут Натуральные Там меньше Сахара Потому что Они там Не фермерские И так далее То есть В природе Больше того Чем Тебе надо Ты не съешь И ты будешь При этом Двигаться Потому что Там доставки Нету И там Супермаркетов Нету И плюс А если Мы берем Человека Например Который Ел 20-30 лет Пельмени Да И насыщался Там Ну я не знаю Чем угодно Торт Пельмени Мясо И он Вдруг Решил Переключиться На фрукты Вот С завтрашнего дня Я ем только Фрукты Объем Будут Не будет Насыщаться Психологически Он будет Съедать В 10 раз Больше Чем ему Надо Потому что У него Совершенно Эти механизмы Все Разлажены А если Он при этом Не двигается Еще достаточно То там В принципе Онкологию Можно еще И усилить Потому что Запустится Детокс Человек Ест Не потому Что ему Надо Его телу Его клеткам А потому что Психологически Он ест 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 Ел уже 20 авокадо Не насытился Потому что Он привык Насыщаться Тарелкой Пельменей И плюс Он еще Не пробежал 10 километров Лежит дома Или там Сидит В офисе И возникают Проблемы Поэтому Пока Эти инстинкты Не включились Да Можно есть Много Но нужно При этом Тогда хотя бы Двигаться Вот Вот такой вот Момент Поэтому В том В чем-то В чем-то Правы И ты Прав И правы Сыроеды Малоеды Смотря Кем мы Работаем Смотря С какой Человек И какой У него Образ жизни И на каком Этапе Он находится Если он Конечно Уже питается Там достаточно Долго Хотя бы Сырой Пищей Не говоря Уже о фруктах Плюс Он очень Много Двигается Плюс У него Уже Психика Такая Что она Уже Радуется Не только Еде А радуется Там и Другим Вещам Да Можно Как бы В этом Вопросе Себя Не Ограничивать Но И плюс Еще То состояние Здоровья Которое Уже Есть Какие Проблемы Наработаны То есть Если там Есть Например Онкология И начинать Например Есть Килограммами Тоннами Фрукт Сладкие Фрукты И при этом Мало Двигаться Ну И Как бы Тоже Может быть Не совсем Хорошо То есть Нужно Я Я понимаю Юль Здесь Как бы Нет Противоречий Здесь Спора Нет Мне Интересен В данном Случае Твой Опыт Да Что у тебя Это вызывало Некое Сомнение Да И вот Потому что Я же Наблюдал За тобой Мы это Обсудили Потом Что те же 5 килограммов Ты начала Просто есть И ты Понял И ты Сама же Говорила Что Да Вот в такой Среде При таком Движении При таком Объеме С учетом Что работает Вот этот Энергообмен Можно съедать Причем мы там Не по одному Авокадо Еще при этом Съедали Да Это все Проскакивало Как в топку И давало нам Энергию Как бы Мы спали Мало Вот Вот этот опыт Ты получила Как подтверждение Того Что моя жизнь В данном случае Естественна Я не придумывал Когда я писал Что я вот себя Там накидываю Мне просто Это была потребность Организму нужно Столько энергии Было Для этого Но мы проходили Я говорю 25 километров С тяжелым рюкзаком То есть Тут А очень часто Люди Так устроен Наш мозг Что они Не выхватывают Информацию Что можно Есть 5-10 килограммов Фруктов в день А то Что нужно 25-50 километров С рюкзаком Пройти Мозг Как-то Ну ладно Я завтра Пройду То есть Поэтому нужно Осторожно Просто Чтобы Вот Как бы У людей Чтобы не навредить Как такой принцип Вот А в этой ситуации Конечно После такой Физической нагрузки Там Сколько Сколько организм просит Там Включаются Такие механизмы Регуляции На этом этапе Уже Когда Во-первых Ты уже Не 10 дней Не 20 На фруктах Ты уже Там какой-то До этого У тебя был опыт Сыроедения Плюс При таких Физических Нагрузках Что происходит Начинают работать Естественные инстинкты Поэтому Ты уже И больше того Чего тебе надо Не съешь И меньше Не съешь Ты съешь Только Сколько Нужно Твоим клеткам Насколько По твоим Наблюдениям Ускоряется Процесс регенерации Вот При такой Активности Которую Я себе Позволяю Ты же Меня Под микроскопом Изучал Практически И 5 дней И дальше Следишь Что ты можешь Сказать По этому поводу Например Являются Ли мои действия Потому что Многие Ну не многие Но люди Пишут мне Да ладно Сейчас еще Немного И ты Парень Это самое Все ресурсы Слетят Сейчас мы Тебя проверим Потом Анализы сдашь И все мы поймем Что все закончится У меня все Все больше и больше Энергии А мне Рассказывают Ну ты подожди Вот сейчас Дойдешь До скалы До верха И дальше И дальше Потом вниз Свалишься Может быть Все-таки По-другому Это работает Кстати С микроскопом Я жду Твоих анализов Мы с тобой Договорились Что ты их Сдашь И мне Просто Вот С научной Точки Зрения Очень интересно Хотя у меня Абсолютно Свой взгляд На анализы Очень специфический То есть С анализами Это вообще Отдельная история А мы Об этом еще Поговорим Да Сегодня Идут процессы Очень быстро Идут Даже Я знаю Что в твоей жизни На каком-то этапе Они пошли Слишком быстро И это тоже Может быть Проблемой То есть Очень сильный Быстро Запущенный Детокс Может тоже Быть Определенной Проблемой Люди Если люди К этому Психологически Не готовы То есть Например Люди Начинают Переход А вместо Того Чтобы допустим Что-то Лучше себя Чувствовать У них Вдруг Из хроника Какие-то Хронические Проблемы Переходят В острые Проблемы И они Говорят Да вообще Да что Это От фруктов Вообще Можно еще Больше Заболеть Вот Но Процесс Детокса Надо пережить Да И Поэтому Иногда Лучше Медленно Делать Иногда Лучше Делать Это все Не торопиться Тише Едешь Дальше Будешь Вот Но у тебя Этот процесс Запущен Он будет Идти Он будет Я думаю Что Он будет Только Как сказать Улучшаться Вот смотри Мы Ты 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 сейчас Сама Заговорила Про анализы И Мы с тобой Обсуждали Тоже Этот Этот Вопрос Именно С твоим Опытом С тем Как ты Видишь Какие Все-таки Анализы Ты считаешь Важными То есть Какие показатели Тебе кажутся Действительно Стоящими Рассмотрения А какие Скажем так Искусственно Выдуманные Для Не Не Понятно Каких Целей Это Первый Вопрос Да И Сразу Второй Ты можешь Ответить Потому что Основной Вопрос Который Прямо Дамокловым Мечом Висит У Фруктоедов Это Б12 И Гомоцистеин Да Вот Твоё отношение Я знаю Я тебя об этом Спрашивал Ты Как врач Со стажем Который Работает В общей терапии Ты знаешь Что ты Сама Назначаешь Всем анализы Когда надо Что-то Увидеть Что Что ты О чём мы с тобой Говорили На что Ты хочешь Посмотреть Из моих Анализов И на какие Анализы Ты в принципе Считаешь Стоит Обращать Внимание И как Ты относишься К этим Двум Товарищам В12 И Гомоцистеин Очень Хороший Вопрос Попытаюсь Вот Именно Объяснить Свою точку Зрения Причём Ну Она Очень Необычная Для врача И очень Необычная Для Фруктоеда Начнём С того Что Для чего Вообще Нам нужно Вот Всё это Те же Самые Анализы Ну Две Цели Может быть Одна Цель Это Мы хотим Быть здоровыми Да И жить Долго И быть здоровым А вторая Это Я считаю Научная Точка Зрения Ну Поспорить С коллегами Вот Чисто С научной Точки Зрения Узнать Как оно Работает Вот Заглянуть За ту Вот Что Вот Любопытно Вот Как оно Там Вообще В организме Всё Устроено Если Брать Первую Точку С точки Зрения Здоровья Ну Я Я Я Скажу Очень Крамоль Вещи Я Да Мы Сделали Дисклеймер Что К медицине Моя Точка Зрения Не Это Мое Личное Мнение Я Не Говорю Мнение Британского Врача Не Дай Бог Или Российского Я Говорю Своё Личное Мнение Я Бо Никакие Анализы Вообще Не Сдавала Лично И Самый Главный Анализ Это Наше Самочувствие Вот Как Мы Себя Чувствуем Вот Сколько Мы Можем Пройти С Рюкзаком Как Мы При Этом Как Я Наблюдала За Димой Он Идёт Он Несёт Рюкзак Жарко Он Разговаривает Я Беру Интервью И Он Не Задыхается Вот Вот Он Идёт Вот В Его Возрасте Там Он Идёт Спокойно То есть Как Мы Себя Чувствуем Вот Это Главный Анализ Второй Анализ Который Ну Ладно Не буду Поднимать Тему Пищевых Пауз Но Если Сколь Скажу Если Кто-то Хочет Себя Протестировать Да Если Кто-то Хочет Себя Протестировать Состояние Здоровья Зайдите На Пищевую Паузу И Сразу Поймёте Какое у вас физическое И психическое Здоровье Вот Как человек Себя чувствует На пищевой Паузе Потому что Мы Взрослые Особи Человеческие По моему мнению Так устроены В природе Я говорю Холодильников И супермаркетов Нет Мы можем Комфортно Достаточно В силу Не урожая Куда-то Не добежали Мы до этого Апельсинового Дерева Ещё что-то Мы очень Долго Комфортно Можем Здоровый Чистый Организм Обходиться без еды И даже воды Ну Это такая тема Вот это вот Анализы Для здоровья Дальше Возникает Во мне Ну во мне же Живут три человека Во мне Да И даже Я так хочу Скажу сразу Никакие Я сдаю Сама лично Анализы крови И потом Объясню почему Но Не больше Никакие Сканирования Никакие Там Инвазивные Какие-то там Рентгеновские Вещи По Мне Предлагали Очень долго Меня мой Онколог Убеждает Сделать Какой-то Радиоактивный Снимки Я ничего Ни этого Не делаю Вот Для себя Но я приняла Это решение Я готова К последствиям Это моё Личное решение Вот Да И не только То есть Я не делаю Ну да Я не делаю Анализов С этой точки зрения Есть вторая Моя Сущность Это Науле Мне интересно Что же Всё-таки А какие Анализы У фруктоедов А что там Происходит Потому что Часть моей Работы В день Вот когда Я работаю Три дня В неделю В день Я просматриваю До 100 различных анализов Вот нам приходится Где-то около 100 анализов Разных Совершенно Я их просматриваю И я там даю Своё заключение Что делать Поэтому в этом плане У меня очень большой опыт Вот Но возьмём Начнём с того Что такое анализы Анализы Это среднестатистическое Значение Среднестатистических людей Которые находятся На обычном питании Анализов Фруктоедов И даже сыроедов Я не видела Которые были сделаны Только на людях Которые на Другом питании Да Таких исследований Нет То есть Если мы Начинаем Сравнивать Вот Ну Возьмём Этот Б12 Уже Как бы Не знаю Почему К нему Так все Как говорится Привязались Не вижу В нём Ничего Такого Интересного Кстати Б12 Есть Кстати Гораздо Более Интересные Анализы Которые Я могу Сказать Какие бы Я посмотрела Например У Димы Значит Он сделан Среднестатистически На людях На обычном Питании Почему Почему Решили Что Когда он Понижается Возможно Возникают Какие-то Симптомы Хотя В принципе Люди Живущие С низким Б12 Могут Тебя Хорошо Чувствовать У большинства Людей Б12 Так У людей С которыми Я сталкивалась С пониженным Б12 Они находятся На Обычном Питании То есть Понижается Леон У фруктоедов Может быть Понижается Чувствуют Леони От этого Себя Хуже Не думаю Насколько Я знаю Не думаю С чем Это связано Потому что Это не Не связано У всех Сыроедов И фруктоедов Поэтому Ну я вообще Не вижу Ну как Какой смысл Б12 Не являю Люди Умирают С нормальным Б12 И болеют У большинства Моих пациентов И не только Моих Б12 В норме Это ни о чем Не говорит Там люди И с онкологией И люди С инфарктами И диабетом И Не знаю Мне кажется Это не какая-то Вот Какой-то Вот возник Миф Какой-то возник Ну интересно Было провести Исследование Что делает Б12 У фруктоедов Не думаю Что это что-то Глобально Изменит Вот Я могу Рассказать Немножко Вот О более Интересных Как бы Анализах Какие бы Я например У Дима Посмотрела Есть Есть например Такой Анализ И Не знаю Как по-русски И GFA В общем Фильтрация Почечных Не знаю По-русски Простите И GFA Он называется По-английски Это Он входит В анализ Функции Почек По нему Очень Можно Навскидку Сказать О состоянии Сосудов То есть Он вот Когда Нарушается А мы живем Пока живут Наши сосуды Потому что Все идет Обмен веществ Именно И вот Он как раз Начинает С возрастом И при Таком Не очень Хорошем состоянии Организма Он начинает Идти вниз То есть Вот это Интересный Показатель Очень Интересный Показатель Холестерин Вот очень Тоже Просто Но Он Не показатель Наличия Жиров Это показатель Наличия Воспаления В организме А воспаление Как раз Тоже Очень сильно Ведет К онкологии И прочим Вещам Интересно Посмотреть На уровень Кальция Ну в общем Есть очень Интересные Такие Показатели Именно Для меня Это именно С точки зрения Научной С точки зрения С точки зрения А как А как ты Кстати считаешь В зависимости От того Что человек Поел В каком состоянии Он встал В каком состоянии Стресса Он находится Меняются Анализы Там Сегодня сдал Завтра После Вот такая Динамику Прослеживала Людей Там не все Так Вот это Вот Это Там Наш Организм Он Очень Очень интересно Устроен И Не совсем Так Как Может Наш Мозг На этом Этапе Это Оценить И Кстати Понижение Некоторых Показателей Тех же Витаминов Не Всегда Есть Плохо Вот у меня Есть такая Теория Но это Моя личная Теория Вообще Ничем Не Подкрепляемая Так Я сразу Предупреждаю Я пишу Сказки Мой жанр Я пишу Сказки О раке То есть Все что я Говорю Это Сказки Сразу Вот Для всех Желающих Потом Покритиковать И Организаторы Фестиваля Подтверждают Что мнение Спикера Не совпадает Не всегда Совпадает С С мнением Организатора Все А также Доктора И не доктора Спикеры Не дают Медицинских Советов И рекомендаций Мы просто Сказываем Свою историю Кто хочет Ко мне На медицинскую Консультацию Тогда приходите Записывайтесь Официально И тогда я вам Расскажу Официальную версию А сейчас Чисто Сказки Вот Так вот Я расскажу Такую сказку Вот возникает Например В организме Да Наш организм Это официальные Данные Каждый день Продуцирует Несколько Раковых Клеток Ну Три Четыре И вот Допустим Иммунная Система Не Посмотрела Не досмотрела И они Вдруг Их стало Не четыре А сто И организм Решил Включить Защитный Механизм Надо их Немножечко Притормозить И он Решил Ага Вот эта Опухоль Она Очень Ну вот Допустим Возьмем Б-12 Она вот Жрет Этот Б-12 Ей Нужно Этот Витамин Организм Говорит Понижу КС Б-12 Немного Здоровые Клетки Пострадают Но Переживут А раковые Умрут И он Организм Понизил Б-12 И тут Носитель Этого Организма Решил Пойти И сдать Анализы И увидел Что у него Б-12 Упал Ему Сразу Дали Или Инъекции Или Таблетки Повысили Б-12 Вопрос Что Случилось С этими Окухолевыми Клетками То есть Это Вот Просто Как Пример Настолько Там В организме Все Очень Тонко Работает Настолько Это Все Настолько Мы Мало Знаем По Моим Посчетам Но мы Знаем Процентов Дай бог Если Десять А то Из всего Один Процент Из того Как Там Все Работает И вот Когда Мы Во все В этом Вместиваемся То есть Б-12 Понизились Добавили Железо Понизилось Добавили Там Я не знаю Холестерин Повысился Его Убавили И вот Это Вот Когда Вот Это Вот Мы Так Как Кувалдой По Компьютеру Машем По Нашему Организму Не Уверена Я Что Это Хотя Да Это Это Вещи Я говорю Очень Такие Крамольные С точки Зрения Современной Науки Да Интересная Точка Зрения Но На самом деле Будет Очень Интересно Когда Ты мне Уже Скидывала Список Того Что Ты Хотела Чтобы Я Сдал Ну У меня Осенью Есть План Как Вот Такая Будет Первая Сдача В октябре Я планирую Это Сделать Вот Уж Коль Ты Сказала Что Ты Готова Меня Отслеживать В этом Плане Тут Очень Много Юля Давай Немножечко Отличемся Тут Параллельно Идут Куча Комментариев Поэтому Я Прочитаю Многое Тебе Будет Интересно А вот И Есть Вопросы Маша Пишет Юля Благодарю Тебя За этот Рассказ Думаю Рашек Подскажи Пожалуйста После Всех Осознаний О питании И его Влиянии На Организм Что Ты Советуешь Своим Пациентам Касательно Употребляемых Продуктов Рассказываешь Ли О фруктоедении И пользе Фруктов Или Это Запрещено В рамках Врачебной Медицины Вот Я Просто Сразу Поясню Потому Что Я знаю Что Юля Работает В То есть У Юли Как бы Две работы Получается Одна Волонтерская А вторая Вот Для зарабатывания Для поддержания Жизни Вот Она Скажет Свою Медицинскую Позицию Сначала А потом Я попрошу Тебе сказать Ну Где ты В какой Социальной Сети Ты работаешь Помогаешь И Как там Ты себя Позиционируешь И ведешь Ну Столько Сколько Ты считаешь Нужно сказать Скажи Пожалуйста Нет Я Говорю Достаточно Я Могу Сказать Все Значит Возьмем Так С точки Да Медицина Сейчас Современная Во всем Практическом мире Регулируется Всемирные Организации Здравоохранения По Последним Правилам Всемирной Организации Здравоохранения Сыроедение Фруктоедение Это часть Сыроедения Относится К Психическим Заболеваниям Поздравляю вас Мы все Мы все Придурки Расходимся Кто там Ну Мы же избранные Мы же решили Этот вопрос Кто-то называет Придурками А кто-то избранный С этой точки зрения На своей основной работе Я не имею права Рекомендовать Людям То что является С точки зрения Моей Как бы Организации Которая меня Руководит Мной Я не могу Им Предлагать То что является Психическим Отклонением Так Поэтому Мне делать Запрещено И я этого Не делаю Плюс Я хочу Сказать Сразу Одну Такую Вещь О которой Я хотела Поговорить Вот это Одна Из тех Вещей Которые Вот Хочу Предупредить Людей Которые Только Переходят На Фруктоедение Вот Люди Которые Переходят Которые Начинают Читать Информацию Кажется Что самое Опасное Это Да Б12 Упадет Там Еще Что-то Вес Упадет Там Еще Что-то Вот Такое Вот Боятся Вот Таких Вот И это Очень Сильно Много Всего Описано Вот Идут Споры Что Все Будет Хорошо Б12 Не Упадет Вес Потом Наберется Это Все Правильно А Вот Очень Мало Написано О том Что При этом Переходе Ты Становишься Полностью Ну вот Инопланетянином В своей Жизни И Начнем С того Что С официальной Медицины То есть Это Очень Сложно Совмещать Потому Что Как только Ты Переходишь На Такое Питание С точки Зрения Медицины Ты Становишься Вне Закона Да Потому Что Ты Тебя Нельзя Лечить У тебя Нельзя Помочь У тебя Там Нет Белка Ты Вообще У тебя Полностью Идет Ну В общем Ты становишься В чем-то Вне Закона Вот Плюс Меняется Я не знаю Насколько Были Был ли Этот Лекция Или нет О том Что Как меняется Твоя Социальная Жизнь Ну В общем Меняется Абсолютно Все И Вот Это Является Очень Очень Сложной Проблемой Ну Хорошо Немножко Отвлеклась Да С точки Зрения Основной Медицины Но Даже Даже Если Даже Если Вот Мне Завтра Разрешили Это Делать Это Делать Практически Нереально Потому Что Те Люди Которые Приходят Люди Настолько Живут Другой Жизнью Настолько К этому Не готовы Что Помочь В этом Я им Не смогу Им Действительно Нужны Лекарства Им Действительно Нужно Ну Люди Которые Идут По этому Пути Они Приходят Именно Через Другими Путями Они Приходят Через Социальные Сети Они Приходят Они Находятся В поиске И Вот Этим Людям Которым Я могу Помочь Да Чем Могу Я Помогаю Хорошо А вот Расскажи О второй Площадке На которой Ты работаешь И выделяешь Этому Сейчас много Времени Я Я работаю На ней В то же время Можно сказать Не работаю Я работаю В свое удовольствие То есть Я делюсь Какими-то Своими Мыслями Какими-то Своими Наработками Такими Вот По вдохновению То есть Это Я бы сказала Мое хобби У меня есть Небольшой канал В телеграме Я немного Работаю Сейчас меньше На канале Мудроедов Иногда Выскакивает Что-то На фруктоедах И еще Есть канал Назад Здоровью Там тоже Вот Я делюсь Своей информацией Вот Инстаграм Не подружилась С инстаграмом А вот Если кто-то Приходит Ко мне Бывает Иногда Люди Узнают Обо мне И приходят Вот Хотят Индивидуальных Консультаций Я Помогаю Ну Я смотрю Насколько Человек Готов Воспринять Информацию И Опять же Стараюсь Давать Вот Именно С трех Точек Зрения С медицинской С точки Зрения Больного Прошедшего Онкологию И с точки зрения Вот Фруктоеда Вот эти Три точки зрения И Рассказываю Вот Где Можно взять Информацию А дальше Как бы Человек Может только Излечить Себя сам Юль Дальше Тогда читаю Юля Спасибо большое Подскажи Пожалуйста На своем пути Изучала ли ты Историю Хаммера И новую Германскую Медицину Доказательную Психосоматику Если да То как Относишься Я Слышала Я слышала От одной Онкологической Больной Вот Сама лично Я не изучала Но Психология В плане Болезни Играет Ну практически Главенствующую роль В этом Я считаю Есть Такая Вот Небольшая Вопрос Который Иногда Задают Иногда Проскакивает Такой Момент Что люди На фруктах Или люди Там С пищевыми Паузами Там Очень Такой Ведущий Здоровый Образ Жизни И например Умирают От истощения Или там Вот что-то Такое Случается И В этом Ситуации Вот Для меня Здоровье Это три Аспекта Основных Там Есть конечно Еще Окружающая Среда Химикаты Но я не буду Этого касаться Хотя я тоже Этой темой Занимаюсь Но три основные Это питание Это движение И состояние Психики И вот Если провисание Идет по всем Трем Но даже Если идет Провисание По одному То Можно Как говорится И заболеть И на тот свет Уйти То есть При самых Здоровом Питании Там Фруктами Или там Чем-то Движением Но если Психика Сильно провисла Если с ней Не работать То можно Даже И дойти До летального Исхода Вот Вот этот момент Тоже очень сильно Надо учитывать И вот Проблема Я сейчас На вот сколько Я сама Как бы Онкологически Больной И как бы Я знаю Достаточно много Онкологических Больных Самая главная Проблема Это те люди Которые не хотят Жить И прежде всего Надо начинать С психики И Еще один Момент Почему Надо очень Аккуратно Переходить На фрукты То есть Если Например Человек Психологически К этому Не готов И он Идет Это через Флом Психики Вот просто Вот почему Например Нельзя Человека Запереть В тюрьме И давать Ему Только Фрукты И он При этом Возможно У него Будет Истощение И он Будет Умирать Потому что Психика Ему Не Даст Она Будет Убивать Организм То есть Да Работа С психикой Очень Огромный Аспект И его Как бы Вот Нужно Очень Четко Отслеживать Вот Маша Еще пишет К твоему Замечанию По поводу Аккуратности Перехода Но вот у нас Есть Такие Прекрасные Фруктоеды Не знаю Каким образом Но мне удалось Перейти с традиционного Питания Можно сказать С котлеты Булок В один день Перейти на фруктоедение В 42 года Я не голодала Но сразу же Подключала Активный спорт Уже год без срывов Только фрукты Ну Машу я просто знаю Лично И знаю Что это Действительно Ее опыт А вот дальше Натраф Наталья Наверное Вот она пишет Точно так же И это продолжается Уже больше 15 лет Если это говорит о том Что человек Больше 15 лет На фруктах Появитесь Очень интересно Вас об этом Поспрашать Так Дальше Антон Анализы в топку Антон Юль Знаешь ли ты Артему Кушнареву Мне кажется Я тебе показывал И Видела ли ты Его ролик Когда он Сдавал анализы У доктора Грекова Или Это не входит В рамки Твоего интереса Этот ролик Он был на фестивале Этот ролик Нет Его не было На фестивале Это когда мы шли Я тебе помнишь Показывал Молодого человека Который Набрал вес 20-30 килограмм Чисто мышцы Я тебе Тогда показ Ты очень хотела Сыну пока показать Изучала Его опыт Немного Быстро Забежала Посмотрела Когда он На фестивале Вел Спортивное занятие Вот буквально Несколько дней Назад И в принципе Да Я И вот Из твоего Рассказа Да Я Как бы Понимаю О ком идет Речь Его анализов Я не видела Но я бы С удовольствием Посмотрела Анализы С научной Точки зрения С точки зрения Здоровья И самочувствия Достаточно Посмотреть на него Как он бегает Как он тренируется Как он выглядит И по-моему Там Как бы Здоровью Вопросов нет Да Но еще хочу Очень такое Вот кто-то Да Кто-то сейчас написал Про анализы В топку Но Есть еще один Такой нюанс Анализы И медицина Тоже Вот И вопрос еще При переходе Организм очищается И начинает сам Как бы Решать все вопросы Вопрос На каком Вы Находитесь Этапе И насколько Ваш организм Чист И справится Насколько Вот Вот в этом Заключается И Весь Вся соль Ну я даже Не знаю Как это сказать То есть Ну не Вот Не происходит Так Вот я сегодня Ем котлеты Да Завтра Я например Перешел на чистые Фрукты Через Сколько Ваш Организм Восстановится И сможет Обходиться Без костылей В виде Медицины Анализов Антибиотиков И всего прочего Через день Через месяц Через 15 лет Вот это Вот В этом тоже Можно Как говорится Набить себе Шишек То есть Человек Может там Я не знаю Сколько это быть На фруктах Сказать Все У меня уже Организм Чистый Иммунитет Борется Мне уже Медицина Не нужна Но В связи В связи с этим Юль Дальше Вот идут Комментарии Ну потому что Витает тоже У нас в атмосфере Эта история Можем сделать Среднестатистические Анализы Фруктоедов Ну Антон Совершенно Справедливо Добавляет Осталось найти Столько чистых Фруктоедов Статистика Вроде от 100 Людей Вот С каждым Днем У нас становится Больше Это радует Я просто к тому Что я тоже Общаюсь Со многими Те кто Биохимией Как бы Занимается Я бы сказал Так Не столько Для Хотя и для Здоровья Кто-то делает Кто-то там Себя начинает Неважно чувствовать И идет Смотрит Какие показатели Но в принципе Вот такая идея Существует Создать Как бы Пул Пул людей Которые Искренне И честно Существуют На фруктовом питании И попробовать Скажем так В накопительном эффекте Отследить Прогрессию По тем или иным Анализам Там тоже Все непросто Я так понимаю Там тоже Надо же Все параметры Соблюдать Единый климат Единое Как ты говоришь Психологическое Самочувствие Все остальное Да Дим И плюс вопрос Когда человек Считается Фруктоедом Сколько он должен Быть на чистых Фруктах И с какого Возраста Он переходит Например Есть разница Человека Который Допустим В 20 лет Перешел на чистые Фрукты И год На фруктах А человек Который 40 лет Перешел на фрукты И 10 лет На фруктах То есть Кто Вот В этот Вот нюанс Будем разбивать Каталок Составлять Графики Смотреть 20-летних В одну ячейку 30-летних В другую Те, которые В тайце Отдельно В колбу Вот И все нормально А мне легче По-моему Посмотреть На пробежку Сходить Все вместе Смотреть Как человек С себя чувствует Как он себя ведет Как он Беда Welcome to Camino Да Пожалуйста Там тоже Можно посмотреть Смотрела Когда я с тобой На камин Сходила Да Мне И вообще Вот я сейчас Очень Если я с человеком Встречаюсь Иногда Я просто Зову его Погулять В лес Посмотреть Как Сколько Человек Идет И как Он вообще Двигается И через Сколько Ты опасный Человек Юля В лес Сразу зовешь Да Слушай Вот Антон Тоже Интересуется Если вдруг У тебя Есть Есть Ссылка Или Может Ты подскажешь Источник Где написано Что Фруктоедение Или как ты говоришь Сыроедение Это Психическое Отклонение Оно запрещено Ну во всяком случае На территории Великобритании Где это Зафиксировано На официальном Сайте ВОЗ Надо Зайти На официальный Сайт Всемирной Организации Здравоохранения И у них Есть Это Список Психологических Отклонений По-моему Это называется Отклонений Пищевого питания Начиная Сыроедение Как по-английски Это звучит В смысле Всемирная World Health Organization Нет Я имею ввиду Вот это Отклонение Как они Это обозначают Где Под список Это Сказать Под список Психи Психиатрических Заболеваний Окей Ну Я могу Если Это Если Не находится Я могу Зайти Найти Эту ссылку И скинуть Если Не трудно Да Если Не трудно Да Может Не скинуть Или 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 В канал Скинуть Это Насколько Я знаю Произошло Достаточно Недавно В районе Того Времени Когда мы С тобой Ходили В Камино Вот Я узнала О том Что Приняли Это Разряд Ну Как официальная Медицина Я скажу Да Если Человек Например Ну Это будет Если Человек Придет И скажет Что он Например На сыроедение А уж Не дай бог На фруктоедение То это Приблизительно Будет Читаться Как Ну Уровень Анорексии То есть Что-то В этом Плане То есть Этот Человек Не будет Восприниматься Как здоровый Поэтому Я И своих Коллег Не Хотел Добавить Да Просто В русскоязычном Интернете Я искал Эту информацию Потому Я тоже Слышал И Я находил Максимум Это там 12-14 год Ну Такие Статьи Не ВОЗа А просто Статьи Где Написано Что ВОЗ Признала Средне Отклонением Но На самом Сайте ВОЗа Я такого Не нашел Поэтому Мне Это Интересно Ну Я могу Сказать Что Из того Что Я знаю Мы Выставляли В ТикТоке Работая С соцсетями Мы в ТикТоке Выставляли Ролики Про Фракторианство Они Нормально Проходили В какой-то момент Они перестали Абсолютно Набирать Просмотры И Недавно Моя помощница Мне просто Показала Палоси ТикТока И она Видать Изменилась Совсем Недавно Палоси ТикТока Сыроедение И фрукторианство Запрещенные Темы Контента В ТикТоке Если Алгоритмы Не находят То есть Находят Они Не пропускают Ноль просмотров И у нас Есть ролики На которых Ноль просмотров А другие С тем же Артемом Где тренировки Они проходят Поэтому Это может быть Даже связано С тем Что ты сказала И еще Есть такой Момент Почему Я знаю Что это Достаточно Серьезно Рассматривается Медициной То есть Если Например Дееспособный Более-менее Взрослый Человек В этом Признается Его конечно Насильно Не положат Лечить Но если Например Это дело Касается Ребенка И Выйдет Наружу Что Через Социальную Службу Что Ребенок Находится На сыроедении То Я думаю Будут Очень большие Проблемы Вплоть до Забора Ребенка Из семьи Вот Насколько Я знаю Просто Это настолько Редкое Явление В принципе Сейчас Есть Сыроеды В Великобритании Моя дочь Как раз Общается Именно В англоязычной Среди И среди Молодежи Есть Сыроеды Но В принципе Это достаточно До сих пор Редкое явление Но Отношение В официальной Медицине К этому Очень Отрицательное С чем Ты это Связываешь Почему Так Атака Идет На Сыроедение Скорее Всего Тем Что Ну Возьмем Допустим Вот Такое Где Крутятся Самые Большие Деньги В мире Вот Все Говорят Что Самые Большие Деньги Крутятся В военной Среде А я С этим Не Согласна И я Даже Считаю Самые Большие Деньги Крутятся Не В Не В Нефти Там Не В Газе Самые Большие Деньги Крутятся В Пищевой Промышленности И Фармакологической Скорее Причем Самое Большое Вот Глядя На Окружающих Людей Я не знаю Я давно Не была В России А вот Живя В Англии Что Здесь Храмы Стали Рестораны И супермаркеты То есть Настолько Вот Идет Как бы Культ Еды Что И настолько Эта еда Стала Такой Изощренной Что это Стало Доминирующей Религией Рестораны Супермаркеты И пищевая Промышленность И Если Например Сказать Вот Мы Допустим Идем В супермаркет У меня Уколо дома Большой Супермаркет И по сути Дело 90% И Вот Если Люди Начнут Это Понимать Да То Это Будет Таким Сломом Жизненного Уклада Современной Цивилизации Плюс Соответственно Если Наша Теория Правильная Если Болезнь Связана С едой То Фармакология По сути Дело Что останется Останется Травма Останется Там Зубные Врачи Ну Еще Какие-то Острые Состояния Все остальное Тоже Уйдет И В принципе Если Начать Покушаться На Такие Вещи На Котором Построена Наша Цивилизация То Можно Обрести Очень Большие Проблемы Я считаю Что Все Это Связано С Деньгами И С Бизнесом Вот С Этими Вещами Потому Что Признав Что Это Нормально Что Фруктоедение Это Нормально Полезно Что Это Видовая Еда Людей То Дальше Это Надо Это Все Дело Развивать А Каких-то Инструментов Для Разведения Нет Вот Веганство Тоже Сначала Было Сопротивление Потом Они Под Упаковку И Под Все Эти Дела Поджало Сейчас Уже Веганские Блюда В супермаркетах Стоят Дороже Мяса Там Уже Все Нормально И Все Хорошо И Поэтому Можно Продавать Можно Жить Можно Троиться Вот И С С С Веганство Вот Такое Общепринятое Веганство Вот Когда Там Непонятно Из чего Сделано Мясо И Непонятно Из чего Сделано Там Все Является Еще Больше Проблемой Отравой Чем Даже Обычное Питание То есть Там Это Да Это Стал Большой Бизнес Вот Можно Ли Такой Бизнес Делать На Фруктах Ну А потом Еще Есть Такой Момент Что Люди Кто Этим Управляет Являются Сами Зависимыми Людьми Полностью Зависимыми Посаженными На Эту Еду И С этой Еды Очень Тяжело Слезать Поэтому Для Меня Вот Это Просто Сказочное Явление Когда Человек Смог Слезть За Один День Это Все Равно Что Человек С наркотик С тяжелым Смог Слезть За Один День Это Но Это Единицы Только Способные А Большинство Людей Это Практически Нереально Это Похуже Чем Наркотики И алкоголизм Слезть С пищевой С пищевой Иглы Максим Максим Рассуждает Что Сейчас На Оскаре Веганской Кухни И никто Не против Глядишь И фруктоение Лет через Десять Будет Восприниматься Лучше Это вопрос У него Но вот Получается Что С веганством Мне кажется Удалось Им В В Эту Матрицу Это Встроить Потому Что Во-первых Получается Что Пишется Что Это Как бы Вареная Растительная Пища Дальше Добавляется Куча Фарм Вот этих Всех Усилителей На Сохранение И так далее Которые Портят Здоровье Значит Все В плюсе Получаются То есть Цепочка Замыкается Всем выгодно Все окей Понеслась А попробуй Ну То что Там На Оскаре Все варят При вас Это Как бы Какая проблема Это наоборот Это Публикуризация А люди Идут покупать В магазин Готовы Поэтому Ладно Актеров Чуть-чуть Поберегут Их не так много Всех остальных А то что Касается С фруктами Мне пока Непонятно Это цепочка Потому что Ну что Каждый фрукт Фрукт Отравлять Ядом И так далее Надо же Чтобы люди Болеть Продолжали В этом же Как бы Получается Смысл Да Вот этой Теории Взаимодействия Пищевой И фармопромышленности Ну если Сходить Из этой Теории Кажется Тут не получится С фруктами Потому что Это должен быть Переход на фрукты Это выход Из матрицы Прежде всего Я считаю Что нереально Остаться на фруктоедении И быть с матриц Это смена Всего Вот Я хотела Тоже Как бы Об этом Поговорить Если Будет Может быть Время Может быть Это отдельный Эфир Насколько Смена Еды Меняет Жизнь И вообще Людям Которые Думают Как бы Перейти Вот кто Еще Кто уже Перешел Как говорится Поздно пить Боржоми Когда печень Посажена А тем Которые Не перешел Я бы Предложила Очень хорошо Подумать И понять Это не Вот я тоже Так считала Что вот я Перейду На там Фрукты Буду Здоровенькая Буду Жить Продолжать Как я Жила Но это Смена Всего Социального Окружения Это Серьезнейшие Проблемы В семье То есть У кого Она Есть Это Смена Работы Очень Часто Это Смена Всей Социальной Среды Потому что Как ни Странно Что Все Решает Еда И с друзьями Почему-то Становится Не о чем Говорить После того Как ты Перешел На фрукты А они Нет Хотя Те же Самые Люди Те же Самые Друзья Иногда Это Смена Страны Потому что В некоторых Климатах Там Очень Сложно Найти Нормальные Фрукты То есть Ну Это Вообще Ты Полностью Становишься Другим Человеком И Насколько Люди Вообще К этому Готовы И Должны Понимать К чему Это Ведет Потому что Это Смена Всего И Вот Я Как бы С этим Сейчас Столкнулась На Социальном Уровне И Одна Из Причин Вот Моего Такого Тоже Торможения Чистое Фрукторианство Потому что Мне Очень Тяжело Социально Я Чувствую Себя Абсолютно Одиноким Человеком Хотя Мне повезло У меня Дочь Прекрасная С которой Мы Очень Дружим И Которая Является Практически Сто Процентом Фруктоедом Полностью Меня Поддерживает Но Все равно Очень Очень Сложно Поэтому Это Выход Из Матрицы Это Смена Всего И В первую Очередь Психики Я знаю Что Ты Ищешь Для себя Ответов В том числе И В личных Отношениях Поэтому Тут вопрос Как ты Относишься И как Ты Для себя Принимаешь Ли ты Союзы Людей На разном Типе Питания Что Для тебя Является Главной Ценностью Можешь Ли ты Себе Разрешить Такие Отношения И Какие У тебя За И какие Какие Критерии Против Это Очень Многих Интересует Это Вот Постоянно Сейчас Вопрос И Дискуссия У нас Вообще Когда Я Начала Переход В плане У меня Было Выживание Мне Надо Было Выжить Поэтому Я Об этих Вообще Вещах Не Задумывалась И Я Никогда Даже Не Думала Ну Подумаешь Я Там Ем Арбузы Например У меня Подружка Ест Там Мясо Тем более Я Спокойно Отношусь У меня Жалко Животных Но У меня Нет Такого Что Человек Ест Мясо Он Такой Ужасный Ест И Ест Вот И И И вот Только Наверное Достаточно Недавно Я Начала Понимать Что Это Все Ты Нет Нельзя Так Жить Когда Ты Живешь По Этим Принципам А Твое Окружение Живет По Другим Это Нереально Я Считаю Что Близкие Отношения Ну Еще Общаться Может Быть И то В принципе Становится Не о чем Общаться Все Таки Все Завязано На Еду Вот Для Кто С этим Спорит Я Все Предлагаю Ну Сделайте Там Вечеринку Без Еды Вот Без Напитков Без Еды Без Всего Ну Максим Водичку Поставьте Там Жажду Если Жажду И Все И Посмотрите Сколько Вы с этими Людьми Прообщаетесь Провеселитесь Там Протанцуете Поговорите О жизни Если На этой Вечеринке Не Будет Еды И Как Выясняется Недолго Я считаю Что Это Нереально Да Когда Уже Есть Брак Который Уже Существует И Один Человек Вдруг Его Переклинил И Он Решил Стать Фруктоедом Наверное Как Можно Попытаться Договориться Но Не Знаю Если Я Увижу Когда То Такой Пример Вот У Меня У Меня Не Получается Из Как Я Себя Не Настраиваю Как Мы Не Наищем Компромисс Как Бы Оно Все Равно Вот Потому Что Еда Ведет К Жизненным Установкам Это Быть Это Как Зарабатывать Деньги На Что Их Тратить Что В жизни Главное Какие Цели Какие Приоритеты Какие Моральные Кодексы Для Чего Ты Вообще Живешь Кто Ты Вообще Являешься Кем Еда Определяет Те Тем Кем Мы Являемся Вот Как У Животных То Еда Определяет Их Видовую Принадлежность Поэтому Кролики Не едят Мясо Тигры Не едят Траву Или Что-то Так Все Все Еда Как Сказал Один Из Моих Учителей Который Сказал Все Начинается С Еды Вот Поэтому Я об этом Да Я об этом Абсолютно Не подозревала Я считала Ну что За ерунда На Одной Разделите Там Холодильники Купите Два Холодильника В одном Будет Мясо Во втором Арбузы И живите Спокойно Общайтесь Вы же На Духовном Уровне На Физическом Общайтесь Достаточно Недавно Я об этом Слышала Но я думала Что это Полная Ерунда Даже В плане Запаха Идет Очень Сильная Проблема Вот И Вот Как-то У меня Недавно Это Очень Сильно Обострилось Ну В общем Это Очень Сложно В отличие От Анализов В отличие Даже От Того Той Ж Онкологии Всего Это Очень Тяжелая Тема Но с другой Стороны Очень Сложно Оказаться Вдруг В такой Изоляции Да Слава Богу Есть Интернет Есть Единомышленники Но все равно Это Телефон Хочется Живого Общения Человеческого Не знаю Я еще Не пришла К каким-то Решениям Может Я буду Куда-то Уезжать Может Стараться Искать Каких-то Единомышленников Где они Уже Живут И кучкуются Может Какие-то Поселения Организовывать Ну не знаю У меня нет Ответа На этот вопрос А у дочери У твоей Есть У Насти У Насти Есть Ответ На этот вопрос Аня У нее Полное имя Анастасия Но так как Настя У Насти То Аня Ее называем У нее То же самое Проблема Она очень Красивая Молодая Привлекательная Умная Девочка Общительная Она там У нее Русский Английский И у мужчины За нее Молодые люди Ухаживают Но возникает Та же проблема Все это идет До Ну у нее Как бы Может быть Больше шансов У молодых людей Может быть Больше шансов Подтянуться И как-то Перестроиться И заинтересоваться Человек Уже 20 лет Наверное Легче Перестроиться Чем 40 Ну вот она В поиске Вот в таком Но она Но она Не Приглашаю Ваше сообщество У нас очень много Мужчин Которые в поиске Это мы тебе Честно говорим Это Очень серьезная Для всех Проблема И дилема Она Например Но она Очень четко Она очень жестко В отличие меня Которые все пытаются Найти компромиссы Она сказала Меньшее На что я соглашусь Это сыроед Вот То есть Вот Ну еще там Ладно Если человек не фруктоед Но хотя бы сыроед Она Она Ему может пойти На компромисс Но больше Она точно не идет Вот Хотя она тоже пытается Ей тоже не нравится Жить в изоляции Она встречается Общается Как бы это Ну Ну и плюс Ей рожать детей А детей Она тоже очень Не хочет рожать От человека На обычном питании Инна Ты хотела спросить Что-то Да Я хотела спросить Юль Ну вот Ты понимаешь Да Мы на начале Какого-то пути Нас очень мало Ну вот так Вот сколько сейчас Фруктоедов Но при этом Если посмотреть назад Там пять лет назад Десять лет назад Их было еще меньше Значит мы растем Есть траектория Мне кажется Сейчас все будет Очень ускоряться На планете Земля И есть шанс И в жизни В ресторан Есть два варианта Развития событий Я считаю Что все Очень ускоряется В мире Потому что То образ жизни Даже дело Уже не в мясе И молоке А в то уже В каком состоянии Вообще все Вот это И мясо И молоко И окружающая среда И все То очень все Ускоряется То есть идет вопрос О выживании Человечества Как вида И я думаю На нашем Как бы Ну в течение Нашей жизни Ну мы в основном Достаточно все Молодые люди А ну уж точно Вот мне кажется Лет Ближайшие 50 Будет решаться Вот этот вот вопрос О том Вообще человечество Выживет или нет И те кто выживут Я считаю Вот опять же Может это какая-то Мания величия Но вот Люди которые смогут Изменить образ жизни И если Кажется моя тема Работает Да Подтверждается Подтверждается Еще в одном Спикере Ответ на вопрос Номер 3 Ну то о чем То о чем Говорит Юля Об ускорении О том что Да мы Как хранители Информации Для того чтобы Если все-таки Человечество Примет другой вектор Потому что Ему надо будет Выживать Мы будем Как бы готовы И мы сможем Передать эти знания И все остальное С этим связано Может быть Поэтому так Рушатся наши судьбы Так влияет Это все На нашу жизнь Я просто В каждом спикере Когда он начинает Говорить об этом Я просто чувствую Подтверждение Тому Тому Приходу Который У меня Случился В потоке Это первый вариант Это хороший вариант А плохой вариант Что все-таки Мы Ну в общем Планету уничтожат И мы как бы Не сможем Выжить Вообще Никто Но я так думаю Что все-таки Бог победит И там Создатели Добро всегда Побеждает Поэтому Думаю Будет все хорошо И Придется Пройти Очень тяжелые Времена И времена Становятся Все тяжелее И тяжелее Но Я думаю Мы пройдем А наши дети Но есть такой плюс Что вот У меня надежда Вот Одна из Телли Я живу Мне очень интересно Посмотреть А вот если С рождения Ребенка Кормить Вот такой Пищей Каким он будет И вот Может быть Не наши дети Но наши внуки Станут такими Просто интересно Да Кто окажется прав Когда я стала Тоже вот Заниматься переходом Тут вот Занималась я с одним Кстати он тоже спикер На фестивале Иван И он Рассказал одну вещь Типа Твоя работа Она уже тебе не соответствует Бросай меняющий Какую-то другую Работу И вот Я с ним Наверное Не согласна У меня был Такой момент Когда я вообще Хотела бросить Да Свою работу Потому что Это тоже очень Ну вот Это раздвоение Личности Мне тоже иногда Надоедает Но Мне кажется Что все-таки Моя Воль Это быть Вот этим Каким-то Вот мостиком Между тем И этим миром Потому что Все мы люди И как-то Надо все равно Коммуницировать Сейчас Это идет Полностью Идет Как сказать Конфронтация То есть Вот если взять Допустим Зожников Сыроедов Роктоедов И взять Например Там Обычных людей Там Науку Медицину То они Друг Друг Считают И те Считают Друг Друг Заумалишенных Будем Называть Вещи Своими Именами А вот Как-то Попытаться Все-таки Этот диалог Создать Когда Я могу Говорить И с теми И с другими На их Понятном Языке То Может быть В этом Я вижу Свою роль Но Тяжело Я честно Признаюсь Мне это Дается Очень тяжело Вот Вот Такой Вот Наверное Если бы У меня Был выбор Я бы Наверное Не взяла Этот Как говорится Эту миссию На своем В своей Ну Как бы На себя Ну Так и жизнь Сложилась Что у меня Этого выбора Нет То есть Ты тоже Чувствуешь Ну Просто я Так чувствую Что Это ощущение Того Что это Надо делать И брать Эту миссию Это 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 Сильнее Нас Это просто Нам дается Как данности У нас Нет выбора Нам надо Это принимать И двигать Ну И идти с этим Дальше Да Но Это вот Есть вещи Которые Вот От тебя Не зависят Вот Не знаю Почему Они дались Именно Нам У меня Есть правда Такая Небольшая Теория Такой Кармы Я помню Я В мединституте Очень почему-то Интересовала Тема рака Вот Все я понимала А вот Как работают Раковые клетки Меня всегда Я не Как это так Организм Вдруг Вдруг Сам себя И убивает И клетки Размножаются Это жизнь А в результате Возникает смерть И помню Я когда сдавала Приехала Когда в Великобританию Нужно было сдать Там два медицинских И один экзамен Английский А медицинский Я сдавала легко А вот английский Очень тяжело Потому что Ну я не люблю языки Я не У меня по-другому Работает мозг Но когда я его Все-таки уже сдавала Я помню И вот Я чувствую У меня сидит Преподаватель И у него колеблется Вот поставить мне Проходной Или непроходной бал И он меня спрашивает Ну Вот ты когда Врачом Ты чем хочешь заниматься Когда подтвердишь диплом И я со всей дурой Его взяла и ляпнула Хочу найти средства от рака И он мне ставит Проходной бал Думает Не буду такого человека Вдруг действительно найдется Да Да И вот я Когда потом Заболела И все Стала этим заниматься Думала Ну вот зря я это ляпнула Карму свою привлекла Поэтому Ну куда Вот Ну я сейчас Допустим Ну могу я сейчас Вот взять Все на все Плюнуть Откатиться Там на обычную еду Дальше я заболеваю Если откатываюсь Больше чем на 1-2 дня Я Я сразу заболеваю Но у меня нет выбора Если я например Просто живу Это для себя делаю То меня тоже Как-то начинает Вот это дело Разрывать Мне хочется делиться Мне хочется как-то Общаться с людьми Которые в такой же теме То есть Ну я не вижу Как из этого выйти Да Это непростая ситуация Ну Так сложилось Юля скажи пожалуйста А ты у нас завтра Участвуешь В эфире Ответ на вопрос Докторов У тебя Да Ну вот Я думаю Что тогда Мы на сегодня Сейчас будем Заканчивать Мы сделаем Сейчас 10-минутный перерыв Потом у нас Общение В комнатах И с Юлей Мы расстаемся Значит До завтра Получается В 6 часов У нас будут Три доктора Отвечать на ваши вопросы Я думаю Что сегодня Было очень много Сказано О чем можно подумать С чем можно переспать Сформировать вопросы И завтра Мы дадим жару Я думаю Медицинским Нашим работникам Юля Большое тебе спасибо Благодарность За твою откровенность За твою честность За твою искренность И Ну Любви тебе И мы с тобой Я знаю Как ты Я знаю Лично знаю Мы с тобой общаемся Мы с тобой друзья Я знаю Как ты переживаешь За то Что Ты оторвана На туманном Альбионе Но вот Хотя бы в таком режиме Мы с тобой И ты с нами Спасибо Я хотела тоже тебя поблагодарить Кроме сегодняшнего интервью За твою помощь В очень важный мне момент Я обратилась тоже к Юле С важным для меня вопросом И Юля на него ответила Как она сказала С трех позиций С позиции доктора С позиции фруктоеда И с позиции Анкобольного Ну мне показалось Что вселенная Просто тебя вовремя Послала В наше поле И ты будешь Важным мостиком Как ты сказала Для того Что мы делаем Для многих из нас И Тебе личное Благодарство Я вот Хотела в открытую Сделать и в конце Просто на эмоциях Потому что Сначала хотела Послушать Твою историю Которую я вот так Вот четко Только слышала Там и тут Интервью С Димой Увидимся завтра Завтра будет Еще два доктора Которые присоединятся Юли Мы уже сможем Обсудить Может быть Какие-то еще вопросы Которые после Сегодняшней истории У вас Сложатся в голове Присоединяйся Можно еще Я вот Я пишу сказки Сказки о раке О раке много Что написано Но сказки По-моему Точно до меня Никто не писал Вот То можно Тоже на канал Кому интересно Поскидывать И Кто хочет Почитать Мои сказки У нас Сейчас образовалась Такая Гесс У нас на канале Каждый день Расписание на день И в комментариях Под расписанием Спикеры Которые о чем-то Говорят во время Их Презентации И хотят Потом поделиться С аудиторией Оставляют линки Либо на свои профайли Либо на то К чему они Реф Сереж По-английски Ну ты поняла Референс Во время Во время Презентации Да И Вы можете найти Вот под сегодняшним Под сегодняшним Расписанием Вы найдете Танину информацию И Юля Может быть там тоже Выложит тогда Линк на канал И еще информация Ну плюс Все инстаграмы У нас тоже есть Там в закрепах Все господа 5 минут 5 минут Перерыв И Встречаемся В комнате Для бесед Для бесед И обсуждения Все Увидимся До свидания Продолжение следует... Продолжение следует...